Привет, друзья! У микрофона Эллиот и, как я и обещал, записал для вас видео-гайд по классу Крушитель в Терри. В нем я расскажу вам общие сведения о классе с его плюсами и минусами, как лучше качать Крушителя, базовые принципы PvE и PvP, дам советы по выбору символов, кристаллов, гравировок и экипировки. Итак, поехали! Крушителем могут стать только представительницы прекрасной половины человеческой расы. Они носят тяжелую броню и в качестве оружия используют силовые кулаки. Крушитель занимает в группе роль танка. Но не все так просто. Несмотря на то, что Крушитель — это класс защиты, он также способен наносить огромный, просто невероятный урон. За счет чего он великолепно себя чувствует как в PvE, так и в PvP. Если вы любите всегда находиться в эпицентре битвы и принимать удар на себя, прикрывая товарищей по команде, то этот класс однозначно для вас. Минусов у Крушителя не так много. Довольно низкая скорость атаки и общая медлительность не позволят назвать его идеальным классом и лютым бой. Но на то он и танк в тяжелых доспехах, что не способен порхать по полю боя, как жнец или воин. Также при игре за Крушителя вам часто будет не хватать маны и ярости, необходимых для использования умений. Да, ману помогут восстановить хиллеры, чармы, банки и умения спокойствия. А ярость вообще большинство скиллов исполняет. Но к этому тоже придется привыкнуть и всегда краем глаза следить за их состоянием. Итак, вы решили начать играть за Крушителя. И первый вопрос, который встает перед вами — это где и как качаться. Вы появляетесь в новой локации Теарании, которая была введена в игру вместе с Крушителем. После прохождения квестов там вас отправят в Велику, а затем в Деревню Лесорубов и Дивный Лес. Вскоре вам станут доступны квесты Авангарда, посмотреть их можно нажав клавишу H. Настоятельно рекомендую их выполнять, так как награды, а в первую очередь, конечно же, опыт того стоит. С 20 уровня вы сможете попасть в первое подземелье — Бастион Лока. Тут-то и начнется самое интересное. Благодаря своей механике блока и невероятной силе Крушитель способен проходить все подземелья вплоть до 60 уровня в одиночку. Да, сделать это непросто, потребуется определенный опыт и сноровка. Поэтому новичкам я рекомендую все же обзавестись компанией из Жильца или Мистика и еще одного ДД. Но прокачка в подземельях до 60 уровня все равно гораздо быстрее прокачки по квестам. Тут нужно понимать, что сама по себе прокачка в тере — это лишь процесс обучения. И самая интересная игра начнется с апом заветного 65 уровня. А значит, есть смысл максимально ускорить достижение этой цели и прохождение подземелья вам в этом поможет. С другой стороны, если вы играете в теру впервые, хотите посмотреть красивые ролики и получше узнать историю мира, то прокачка на квестах — ваш выбор. После 60 уровня отправляйтесь выполнять сюжетную цепочку и квесты авангарда. Настоятельно рекомендую при этом использовать свитки признания и щедрости, которые повысят получаемые очки репутации и золото в награду за квесты. Получить их можно за обладание вип-статусом или же приобрести у торгового брокера. Таким образом, к 65 уровню у вас уже будет стартовый капитал и около 4000 репутации авангарда, которые есть смысл обменять на сундуки с шедевральным алкогестом. О том, что делать дальше, как и где одеваться, я расскажу в гайде «Чем заняться после 65 уровня», который выйдет уже совсем скоро. Тогда же добавлю на него ссылку в описании к этому видео. Ну а теперь пришло время перейти к тому, как должен себя вести Крушитель в ПВЕ и ПВП. Начнем с битв против монстров. У Крушителя есть уникальная механика непробиваемой защиты, благодаря которой он может наносить урон и при этом во время анимации умения блокировать входящий урон. Более того, в случае успешной защиты есть шанс вернуть часть заблокированного урона противнику. Таким эффектом молдает всего несколько умений. Но Сила Гиганта мало того, что существенно повышает характеристики персонажа, так еще и дает эти защитные эффекты абсолютно всем атакующим умениям. Используется она лишь при накоплении полной шкалы ярости и спадает, когда ярость заканчивается. Таким образом, для успешного танкования и максимального атакующего потенциала Крушитель должен поддерживать работу Силы Гигантов как можно дольше. В идеале все время фарма босса. В бою же против обычных монстров все довольно просто. Собираем паровозы с помощью умения Яростный Прорыв, держим перед собой, заливаем по ним урон и контроли. Повторять пока монстры не кончатся. В ПУП основная задача Крушителя стянуть противников в одну точку с помощью умения Сильный Удар о Землю. Или комбинации Тройная Серия Ударов плюс Сильный Удар. Ну и собирать паровозы игроков Яростным Прорывом тоже можно, хоть и чуть сложнее, чем в ПВЕ. Затем важно поймать противников в цепочку контролей и не упускать их из поднятия в воздух или опрокидываний на Землю. В удержании противника на месте также поможет 3-х секундный стан умения Удар в Воздухе. Входящий в это время урон от вас и ваших союзников не переживет никто. Разумеется, есть куча тонкостей. Опытные противники будут использовать умения антиконтроля и пытаться вас перехитрить. В этом, в общем-то, и заключается весь интерес ПВП в Тере. Перейдем к наборам символов, также часто называемых глифами. Как вы должно быть знаете, символы существенно влияют на умения. Вречивают их урон, уменьшают время отката, стоимость и дают дополнительные эффекты. Как я уже говорил, в ПВЕ наша задача максимально продлить действие силы гигантов. На это и направлен мой первый билд глифов. С ним умения быстрее откатываются и восстанавливают больше ярости. Когда у вас нет сил гигантов, очень поможет символ защиты и умение удар ногой с разворота. С ним следующее использованное умение будет обладать эффектом непробиваемой защиты. В ПВП нам важно продлять действие эффектов контроля, наносить в них максимум урона и повысить собственную мобильность. На это направлен мой второй билд глифов. Очень вкусным выглядит символ концентрации и умение мгновенный прорыв, но на него, увы, не хватает очков. Как вариант, можно взять его вместо глифа на умение яростный прорыв или серию ударов в воздухе. Для вашего удобства, скриншоты моих ПВЕ и ПВП наборов символов я разместил под видео. Перейдем к кристаллам. В ПВЕ оружие вставляем невьот средоточие, ярости хранителя и два избиения. В ПВЕ броню 4 невьота несгибаемости. В ПВЕ бижутерию 4 вирска остроты. В ПВП оружие нам понадобится невьот могущества, скорости, дикости и кровожадности. В ПВП броню вставляем 3 невьота неустанности и невьот пыток. В ПВП бижутерию 4 зирка печали. Невьот и вирские угрозы для повышения агрессии в ПВЕ не нужны. Рушители так отлично держат на себя внимание монстров. Если только вы не в ересе, а другие игроки в ясности плюс 15. Теперь поговорим непосредственно об экипировке. В ПВЕ оружие вы должны обязательно поймать 2 бонуса к откату умений. Затем бонусы к урону по разъяренным монстрам и по целесной и большей агрессии к вам. В ПВП оружие те же 2 отката. Дополнительный урон при атаке, шанс крита и скорость атаки. В ПВЕ броню ловим бонус к перезарядке удара ногой с разворота. Уменьшение урона от разъяренных монстров. Отцелесной и большей агрессии к вам и при атаке спереди. В ПВП вместо перезарядки удара ногой можно взять увеличение урона с серии взрывных ударов. Уменьшение входящего урона, уменьшение урона при атаке спереди и плюс к макс хп. В перчатке нужны бонусы к серии, скорости атаки и шансу крита. В полную же к выносливости, скорости перемещения и уменьшению продолжительности эффектов замедления. Хотя в ПВЕ можно взять вместо последнего бонус к сопротивлению контролем боссов. В оружие и перчатке ставим гравировку на стремительность, понижаем тем самым откат умений и увеличиваем скорость атаки. В броню и пон уже ставим несокрушимость, чтобы увеличить выносливость. Бижутерию и белье берем на шанс крита. В ПВП при желании можно серьгу и кольцо поменять на силу. Также вам понадобится усиленная брошь. Хотя в ПВП и на острове мертвых в бою против Бьюрн Дэна брошь очищения будет лучше. В серьгах ловим бонусы на макс хп и выносливость. В кольцах амулете брошь и поясе на шанс крита и силу. На этом все. Буду рад вашим вопросам и правкам в комментариях. Подписываемся, лайкаем. Всем пока!